Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания, с вами ведущий Владислав Майструк, моим собеседником сейчас будет Дмитрий Левусь, политический аналитик. О чем мы поговорим? Мы поговорим о том, о трудностях перевода между администрацией президента, гражданским обществом и Евросоюзом. О чем идет речь? Парламент выпадает еще. Нет, парламент не выпадает, потому что, администрация президента, потому что, ну, давайте не будем прятаться за пальцем, да, все же президент контролирует самую большую фракцию в парламенте, которая определяет так или иначе погоду. Я так не стал говорить, я думаю, что все-таки парламент не надо сбрасывать как фактор, понятное дело, что не надо его воспринимать как единственный фактор, да, то есть все-таки он не един, да, но парламент это тот фактор, который сейчас тоже очень сильно влияет на внешнюю политику Украины и вообще на наш этот европейский выбор. Ну, посмотрим. Пока это выглядит, ну, так, 50-50. Ну, это мое мнение. Вот. В интервью Deutsche Welle президент Украины Петр Порошенко уверил всех, что после критики со стороны Евросоюза украинская власть, а непосредственно президент и генпрокурор сделали выводы и цитирую, на следующий день, как мы услышали от этих людей критику, они устранили тех людей с конкурсной комиссии, конкурсная комиссия, которая будет определять антикоррупционного прокурора, к которому были претензии со стороны Евросоюза и включили господина Кеслера вместо одного из них. Господин Кеслер это генеральный директор Европейского управления по борьбе с мошенничеством. Он уже участвовал в другой комиссии, которая выбирала главу Национального антикоррупционного бюро. Вот. В тот же день, 6 ноября, на сайте генпрокуратуры, то есть в тот же день, когда брали это интервью, появилась информация об изменениях в составе комиссии. Вот вместо двух представителей от генеральной прокуратуры, Юрия Грищенко и Николая Садового, были внесены две другие человека, это Йозеф Зисель и Тарас Ткалич. То есть это фигуры, которые из гражданского общества, они обсуждались, то есть к ним претензий нет. Но, однако, остаются еще двое из этой четверки Шокина. Особенно, вот обращают внимание гражданские активисты, что остается заместитель генпрокурора Юрий Севрук, которому больше всего претензий было из этой четверки Шокина. Вот интересно еще что, что откуда появилась вот эта вот вновь фигура Кеслера. Вот 5 ноября в парламенте был зарегистрирован проект постановления о смене члена комиссии по квоте парламента. Да, мы помним, что там была квота ГПУ, Генеральной прокуратуры Украины, Верховной Рады, и вот там 11 человек теперь собираются и решают, кто будет антикоррупционным прокурором. Что вот Кеслер, по идее, должен заменить прокурора США Мэри Бэтлер. Я не совсем, я не очень понимаю, почему Мэри Бэтлер хотят поменять, или она уже утомилась от всей этой процедуры, я не знаю. Но вот сегодня сам Джованни Кеслер сказал следующее. Я узнал об этом сообщении со СМИ, то есть о том, что его собираются в комиссию призвать. Если бы они лично спросили меня о такой номинации, я бы отказал. Я не готов к участию в работе комиссии, если речь идет о том, что я должен заменить человека по квоте Верховной Рады. Я буду готов стать членом этой комиссии, если речь пойдет о квоте Генеральной прокуратуры, которая, как известно, со стороны Европейского Союза есть много претензий. Вот, да, мы, то есть не мы, а Верховная Рада на прошлой неделе не проголосовала важнейшие поправки в Трудовом кодексе, которые бы позволили либерализацию визового режима. Борьба с коррупцией тоже одна из ключевых, наверное, самая важная составляющая вот этой либерализации визового режима. Но визовый режим отдаляется. Вот на самом деле, чем рискует Украина, да, в связи со всей этой ситуацией? Ну, тут надо говорить не про риски, да, надо говорить о том, что в эту ситуацию можно было просто-напросто и не попасть. Можно было. Да, если бы изначально все было по поводу этой конкурсной комиссии сделано так, как надо было сделать. И то, о чем, в общем-то, предупреждал МИД, ну как предупреждал, МИД тоже предупредил на самом деле не вовремя, да, то есть вот этот, хотя казалось бы, да, мы тут видим два ведомства исполнительной власти, которые должны бы работать были вместе, тем более, так сказать, это и там, и там, это квота и влияние президента ощутимы. Значит, тут большой вопрос, насколько у нас вообще можно воспринимать вот эту вот политику исполнительной власти тоже как цельную. так что профакторы, количество факторов, влияющих на внешнюю политику у нас, можно сказать, тут даже увеличивается. Но поэтому, да, можно было просто не попадать в данную ситуацию. Но раз уже попали, то я думаю, что все-таки, ну, трагедия в чем? Трагедия в том, что у нас не произошло изменения в сознании практически до конца, вернее, там, практически у всех государственных, там, чиновников, в том числе и президента. То есть все равно все время есть желание действовать в ручном режиме. С одной стороны, это понятно. Страна в войне, страна на переломе, но и, то есть, было бы логично, да, то есть и такие вопросы будут оставаться, тут как ни крути. Но, естественно, что на Западе возникает вопрос. Это вот эти вот попытки действовать в ручном режиме и с выставлением своих, скажем там, своих каких-то людей, это что? Это анахронизм, да, так, анахронизм прошлого или это такая необходимость, ну, необходимость, там, требования времени. Да, ну, возникает, естественно, ответ, что это, в общем-то, анахронизм и то же, что и видит общество. Что можно сказать? Что, опять же, что общество гражданское созрело намного больше, чем и исполнительная власть, и парламент. То есть у нас все эти ситуации прошлой недели, они показали, что, в общем-то, гражданское общество как-то лучше ориентируется, лучше воспринимает. Во-первых, вот эти вот, как правильно сказать, ну, не требования, да, а, можно сказать, требования, да, советы западных партнеров. Во-первых, есть более цельное понимание, что же такое происходит. Во-вторых, цельное понимание того, что происходит в парламенте, то есть, что там провокациями срывается его работа, там, еще что-то. То есть, потом, опять же, что нету вот этого цельности самого парламента. То есть, вот это то, что есть. То есть, удивительно, да, вроде удивительно. Что делать в данной ситуации? Ну, гражданскому обществу можно делать только одно – продолжать давить. И, к сожалению, тут, ну, почему может, к сожалению, ну, что оно и к счастью, что ничего другого, никаких других возможностей и нет. То есть, это правильно. Президенту надо было бы, наверное, прислушаться к этим советам. И, ну, по поводу парламента говорить несколько глупо. Почему? Потому что, ну, посмотрим, чем закончится завтра. По поводу, казалось бы, такой мощной фигуры и такого мощного ведомства, как Генеральная прокуратура, говорить не приходится. Почему? Потому что, все-таки, не будем преувеличивать самостоятельность. В этом и вопрос. Да. Ну, так вот, да. И в этом, наверняка, есть корень проблемы. Весь, да. Тут, ну, корень не проблем, тут корень зла, можно вообще сказать. Корень зла. Это не независимость. Поэтому, я думаю, что, ну, ситуация, ситуация действительно плохая, но чем грозит? Я не думаю, что процесс евроинтеграции Украины свернется. То есть, это однозначно нет. Я думаю, что все-таки, тут, видите, тут какая ситуация получилась с Кеслером, я думаю, что все-таки немножко он лукавит, да. То есть, тот его ответ, он свидетельствует о том, что принципиальный разговор с ним состоялся когда-то ранее. Видимо, тогда, когда он еще антикоррупционным бюро занимался. То есть, и ответ положительный был от него дан. То есть, он, в общем-то, вот, он, в принципе, сам об этом говорит. Да, я готов по квоте от парламента. Да, да, да. То есть, тут такой, то есть, момент есть. То есть, на самом деле, был он готов. Но не по квоте парламента. Да. А это важно. Ну, да, это важно, да. Но, тем не менее, все-таки, не надо, не стоит говорить, что я об этом первый раз слышу. Не, он просто узнал о том, что его собирается вот назначить вот сейчас, потому что, ну, парламент, опять-таки, должен проголосовать. Ну, знаете, я не знаю, конечно, но тут, в принципе, можно даже сказать и так, что только так вот с ним посчитали, что раньше с ним говорили, теперь думаю, то есть, просто, ну, вот в этот раз не посчитали нужным спросить, да. То есть, сколько уже договоренность была. Ну, то есть, столкнулись две практики украинской политики и западной, европейской. Там чуть по-другому. Я думаю, что приблизительно так оно и было. Скорее всего, то есть, я не думаю, что там был какой-то злой умысел, да. То есть, почему? Потому что для украинского политика, для него, или, скажем, там, громадского ДЧ, да, для него все-таки важно зайти, да, в процесс. Поэтому, в общем-то, наверное, и не просчитали такую вот реакцию. Скорее всего, ну, как, такая определенная наша такая традиционная безалаберность, которая до сих пор присуща, да, и, видимо, еще долго будет присуща. И кто-то, правда, под эту безалаберность прячет лукавство. Такое тоже бывает. Ну, в данном случае, я думаю, что злого умысла не было. Почему? Не та цена вопроса. То есть, тут все очень... Цена вопроса безвизового режима. То есть, это, ну, скажем так, вот какие реформы можно назвать, что в Украине прошли и прошли успешно? Не одна. Ну, правда? И поэтому, если президент не предъявит хотя бы либерализацию, я не говорю, отмену виз, потому что это долгая перспектива, сложности всякие, да, там, европейцы тоже не особо хотят этого, там, однозначно. Ну, не все, по крайней мере, готовы к этому. Да, вот, если ему не будет что предъявить, ну, вот если о досрочных парламентских выборах говорят все чаще и чаще, все больше и больше все хотят, но президенту не будет что предъявить. И вот эти результаты, которые он получил сейчас на местных выборах, ну, неплохие, в принципе, там такая... Ну, результаты, да, на самом деле. Да, но уже будут другие результаты. Да, нетрагичные, да. Уже будут другие. Но просто понимаете, какой еще себе вопрос задаю? Вот мы говорим, что, в принципе, президент должен был попросить человека, который, гемпрокурора, которого он назначил на эту должность, поменять его четверку, то есть четыре человека. Прокурора, которому есть конкретные претензии и у гражданского общества, и у Европейского Союза. Но мы же не живем вне контекста, а контекст таков, что на Бориса Ложкина, главы администрации президента, заведено уголовное дело в Швейцарии. Ну, ничего не доказано, может быть, там все честно, а это по поводу купли-продажи украинского медиахолдинга, да, то есть там со стороны беглеца Курченко. Ну, там Курченко фиктивная фигура на самом деле, да, там все семья Януковича по большому счету ему правило. Но это есть. Еще в Австрии открыли уголовное дело на господина Мартыненко, ближайшего человека, премьер-министра. Вот пока что, да, вот это говорят там и Сергей Лещенко, и не только, и многие другие там гражданские активисты, которые следят за этим делом. Генеральная прокуратура вообще делает то, что ничего не происходит, никакие процессуальные дела, никакие дела тут в Украине не открываются. Да? А вот просто если когда-то поднимется вопрос со стороны Евросоюза, ну вот плохие поступают у нас информации, что из Швейцарии, из Австрии, надо что-то делать с этими кадрами назначениями. Я не знаю, как себя поведет президент. Ну, я думаю, что не надо, вот, наверное, все-таки не стоит, да, там демонизировать и образ Шокина, и образ генпрокуратуры как таковой. Почему? Потому что, ну, лично у меня сложилось, например, впечатление о том, что вот, это опять же, вот прошлая неделя, да, прошлое, позапрошлое такие очень насыщенные, да, что на самом деле просто-напросто в генпрокуратуре в связи с вот теми всеми проблемами, которые были там на протяжении 20 лет, да, там пока там деградация, произошла такая деградация, что на некоторые вещи не знают, как реагировать. Ну, да, они не поняли, в чем проблема. Да, то есть вот о чем, в некоторых случаях, да, вот правильно, то есть, ну, деградация, она разная, да, в одном случае профессиональная деградация, что, ну, вот, как это дело Корбана, это классический пример, да, то есть, что судебная система показала, что прокуратура, да, показали, что вот когда в реальном случае, реальным столкновением с адвокатами, с реальными... С законом, просто законом Украины. Да, 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 то есть, когда нету такого противодействия, да, то есть, система не работает. И второй момент, да, реального непонимания, да, то есть, вот, то есть, почему? Потому что, ну, к сожалению, да, все осталось вот в тех шорох, да, которых раньше и было. То есть, вот сюда смотрю, сюда не смотрю, и все, вот сюда мы не смотрим, поэтому проблем это нет, да, то есть, вот, вот это я думаю, что... Поэтому проблема не, я говорю, не взлом у мысли, проблема не в том, что по указке действуют, да, там, вот, на это не замечать. Я думаю, что проблема в том, что реально не замечают. Почему? Потому что, ну, вот есть алгоритм действия. Таких людей мы не замечаем, да, и все. И это все, и это вот, и оно уже на подкорке на уровне закона. Вполне может это быть тоже. То есть, тут... Ну, неспроста же посол США, если не ошибаюсь, посол США, да, говорил, что надо перенабирать прокуроров по принципу полиции. То есть, все заново, с чистого листа. Возможно, летом, потому что, ну, полицейский, при всем уважении к полицейским, он исполняет, ну, такие базовые функции, которые может исполнить, ну, не каждый гражданин, конечно, но не надо иметь сверхъестественные какие-то знания, вюрисдикт, вюриспредельнение и так далее. То есть, преувеличиваете значение прокуроров тоже, да. А прокурор, это все-таки, который обязан знать закон Украины досконально, уметь его применять, а таких набрать тяжело. Понимаете, вот это, понимаете, кстати, в этом тоже проблема. Почему? Потому что, вот как вы сейчас говорите, мы все время, вот, какая реформа у нас наиболее важна, да, я помню, мне как-то, и пытаются все время скинуть вот на то, что судебное самое важное, да, то есть, сейчас вот начали, когда подошла эта проблема, оказалось, что не судебная, да, а реформа прокуратуры. Я думаю, что на самом деле, ну, не может этого быть, да, почему? Потому что, когда, во-первых, вообще не бывает так, что вот когда в стране все плохо и системно она гнила, да, что где-то вдруг в отдельной какой-то отрасли, вдруг там хорошо или хотя бы там чуть лучше, чем другие. Это обычно, кстати, так и бывает. Ты вот пока где-то с чем-то не сталкиваешься, еще думаешь, ну, там-то, ну, вроде, там же все нормально, да, а потом, когда, не дай бог, с чем-то связался, начинаешь понимать, там, с каким-то госорганом, боже, да там же такой же бардак, как и везде, и если не хуже. Поэтому я думаю, что системность вот этих украинских реформ тут нет у нас. Вот первой такой, первая должна идти вот эта, да, там, судебная или полицейская, следующая, там, прокурорская. У нас, на самом деле, надо реформировать одновременно все. То есть, понятно, что, ну, почему полицейская, да, она была, ну, тут это там, где картинка есть, да, там, где сразу можно показать. Показать, да, вот. Да, поэтому, да, поэтому оно так и произошло. И это, в общем-то, логично, да, то есть, что показывать там, где можно показать. Это, к слову, что вот это. Да, но, и вот, я думаю, что вот до тех пор, пока вот даже вот, ну, в гражданском участии журналистов вот этого тоже, осознание вот это не щелкнет, да, что нет у нас одной какой-то вот там сферы, которую нужно поменять в первую очередь. А нужно вот реформирование одновременно везде, причем как, вот, практически там, вплоть до этого самого, до столоначальника там, какого-то в районе там, где-то, да, куда там, где люди получают элементарные справки. Вот это до тех пор и нет, и изменений не будет. То есть, тут проблема даже не… власть-то, она бы может и рада поменяться, но она тоже формировалась 25 лет в этих условиях. Ну да, это… власть должна эволюционировать. Эволюция – это долгий болезненный процесс. Другое дело, когда тебе указывают на конкретных, на конкретные проблемы, на конкретных персонажей, которые, ну, опять-таки, вот прокурор шокен. Вы говорите, его не будем демонизировать. Окей, не будем его демонизировать, но есть конкретные претензии. Он точно такой же, как все остальные. Правильно, ну вот и говорит посол США, он тормозит реформы. А геймпрокурор… нет, так это же еще полбеды. А когда геймпрокурор врет и говорит, что ничего подобного, Евросоюз меня похвалил, ну это просто уже… Тут может быть еще один момент. Тут же нельзя же воспринимать Запад как панацею, да? Нет, это конечно не панацею. Почему? Потому что вот они нам сейчас тут указали, тут указали, тут указали. Так не будет так все равно. Проблема в том, что обычно кто платит, тот и заказывает музыку. А сейчас за нас платят многие как раз вот партнеры. Поэтому они вправе требовать, можно так сказать. Тут получается, что, во-первых, вправе требовать, во-вторых, все-таки, ну, происходит указание на уж очень вопиющие, да, ситуации, видимо. Ну да. Вот, с их точки зрения. А не надо тоже на все их глазами смотреть. Вот то, о чем я говорю, что везде, вообще всюду нет у нас какой-то одной более важной реформы, какой-то менее важной. Ну да, ну, точно. Медицинская реформа не важна, важно. Образование важно, важно. Система безопасности обороны важна, важно. Все важно, да. Хотя, опять-таки, вот по поводу реформы тоже обороны, да, вот я читал недавно там в социальных сетях один из волонтеров, писал, что, ну, с его точки зрения, я не помню просто, кто это говорил, что с точки зрения, это была просто имитация, то есть этот десант реформы, или как он назывался? Волонтерский десант. Он, в принципе, его использовали как ширма, там, по большому счету, кто распределял большие средства, так и распределяет. Их, конечно, переодели, что уже, слава богу, потому что нельзя ходить с торбочками 45-го года. Тут, видите, тут тоже другая проблема, да, тоже. То, о чем как раз и говорится, что не получится одно ведомство поменять, оно, вот, вся система. Они все взаимосвязаны. Да, потому что хотя бы, почему? Потому что система закупок, она везде, в всей стране все равно остается. Нет, ну, есть виги, есть система прозорра, которая пытается. Ну, кроме того, на самом деле, все-таки Министерство обороны, ну, худо-бедно. Я говорю, вот если, как в сообщающих сосудах, что-то, может быть, оно там, вот, поменялось в лучшую сторону, поэтому и будет оставаться. Ну, окей, сегодня Федерико Могарини, это, можно ее так назвать, Министр иностранных дел Евросоюза, хотя называется это по-другому, но это длинно и неинтересно, как это называется на самом деле. Вместе с президентом Порошенко общались по поводу дальнейших перспектив Украины в Евросоюзе. Ну, и вот, что сказали оба. Ladies and gentlemen, EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Vice President of the EU Commission, Федерико Могарини, President of Ukraine, Петро Порошенко. Перш за все, ми констатували, що ми маємо певний, дуже стриманий прогрес в імплементації Мінських угод, який полягає в тому, що зараз у нас є режим припинення вогню. Нехай крихкий, нехай з провокаційними обстрілями, але з 29 серпня діє режим припинення вогню. Ми обговорили питання політичного регулювання ситуації, підготовки процесу виборів на території, яка зараз окупована. І мені було дуже приємно почути тверду позицію пані Віце-Президента щодо санкцій, які чітко прив'язані до імплементації Мінських угод і деокупації Донбасу. Головна мета мого візиту сюди – показати, що ситуація в Україні є найпріоритетнішою на порядку Денному Євросоюзу, адже ЄС все більше зосереджується на тому, що відбувається як на південному, так і на східному кордоні ЄС. І ми залишаємося об'єднаними щодо тієї ситуації, яка відбувається в Україні. Це той шлях, який ми маємо пройти разом. Ми також обговорили питання, що стосується торгівельної сторони угоди, яка почне свою тимчасову дію з січня наступного року. Те, що нам залишається зробити, це знайти практичні рішення щодо занепокоєння Росії відносно цієї угоди. У цьому зв'язку ми проводимо переговори. Також ми наголошуємо на проведенні антикорупційної реформи, яка є ключовою для забезпечення довіри до України та для реалізації торгівельної частини угоди про асоціацію і візової лібералізації. Національне антикорупційне бюро має невдовзі вже запрацювати. Знаю, що президент дуже налаштований на це, тож треба забезпечити прозорий процес. Наголошуємо також і на судовій реформі. Ми готові підтримувати Україну конкретними діями. Дякую за перегляд! Нас в нашій СМІ і в нашій інформаційній середі практично забували про зону свободної торговли. С 1 января 2016 року вступають всі. А тут було конкретно сказано, кроме візового, за те, що може заробити, от це може бути звоночок і достатньо плаховий. Я не розумію, плаховий це плаховий. Тому що ми з Росією? Тобто ми троєм? Тобто Євросоюз, Україна, Росія не може договіритися? Не, я думаю, що тут якраз це має мнення. Тут було сказано таким образом, що не заработає зона свободної торговли і візового соглашення, якщо не буде проведено. Намек был такой, да? Я думаю, що, видимо, поняли, ну, може бути, в Євросоюзі осознали, що визовий режим, безвизовий режим для людей, які решають, ну, скажімо так, імплементирують його. Тому що для України, понятно, це вопрос є. Не суть столь важен, а все-таки зона свободної торговли, наверное, більш важний рычаг. Тому зараз о нём напомнили. Тобто говорять, що шантаж такий. Тобто, я думаю, є надежда, що... Тобто бюд по кошельку. Да, можна сказати, що по кошельку, чи по упущеним возможностям, да, там, якісь. Скоріше, що так і це було. Тому що почали, у нас зону свободної торговли, почали розпринимати, що с 1 января в будь-якому в цьому випадку работает. А зараз було сказано так дуже прозрачний намек. Ну, посмотрим, як завтра заработає парламент. Да, кстати. Ну, опять-таки, парламент должен... Президент будет встречаться, опять, с парламентариями, будет их убеждать таки проголосовать эту поправку в Трудовой кодекс, который, как сказать, защищает права всех, там, и секс-меньшин, ну, против дискриминации, и те, у кого там есть болезни, как ВИЧ-СНИД. Ну, посмотрим, потому что там аргументация, которую я слышу со стороны депутата, почему они не голосовали. Ну, да, аргументация. Ну, легко говоря. 21-й век на дворе, вы боитесь геев. Ну, у нас в Конституции вообще-то прописано равенство всех. Ну, если на то пошло, то из президентской фракции 26 человек, которые присутствовали, 10 проголосовали против, 16 не проголосовали, да? То есть, вот это тоже очень такое интересное. Это первые 26... Ну, там сколько? Вот я вспоминаю, 117 человек проголосовало тогда, да? Вот плюс 26, допустим, президент их таки убедит. Ну, все равно мы далеки. Ну, да. Плюс еще должны еврооптимисты, которые, ну, к сожалению, по разным причинам находились кто где, они должны приехать и проголосовать, ну, потому что их тоже там критиковало и гражданское общество. Но есть целые фракции, которые не голосуют. Понимаете? Или практически не голосуют. Я не говорю там про радикальную партию, они вышли из коалиции. Но это не самопомощь, Батьковщина. Батьковщина неплохо голосовала. Ну, Батьковщина, да. Батьковщина, скажем так, там другая системная проблема, да, в том, что, в общем-то... Я считаю, что нельзя требовать, да, там, сложить с депутата мандат, да, до того момента, пока не произошло разбирательство. То есть, что произошло, да, украинское общество понимает это, что вначале нужны юридические разбирательства. Это мы о тетюруке и о кужель. Я по поводу тетюрука и о кужель, да. То есть, а вместо этого, ну, чистой воды популизм. А смотрите, я вам скажу свою точку зрения, и мы закончим. Вот, произошло нечто. Что конкретно произошло, мы не можем знать, потому что есть две версии, да. Вот, как бы, кужель говорит, что разбили чуть ли не бутылку стеклянной воды об голову, и она теперь с сотрясением мозга лежит в больнице. Тетюрук говорит, что он хотел, ну, как-то так повернулся и случайно задел кужель головой горлышком бутылки. Ну, в итоге сделал ей больно, по крайней мере, наверное, сделал. Ну, поскольку это произошло не где-то в подворотне, да, это произошло, ну, как бы, в здании парламента, там есть много камер. И, по большому счету, и там, и свидетели есть, и камеры, то есть разобраться можно. Но как бы поступил европейский государственный муж в таком ситуации? Он бы изначально сказал, я напишу заявление, ну, поскольку, чтобы не было всяких спекуляций по этому поводу, что я, ну, складываю свой мандат. Ну, помните, как была ситуация с депутатом от самопомощи? А потом уже вы, коллеги, решайте. Вот у вас есть видео, и кто прав, тот не прав. По поводу сложения мандата, это, мягко говоря, неправильно. Почему? Потому что надо не складывать мандат, надо, вот, о чем можно говорить? Об отказе от депутатской неприкосновенности. Нет, это уже всех будет касаться. Нет, это не будет всех касаться. Это вот об индивидуальной, допустим, да, я согласен с тем, что с меня... Но мандат до момента разбора, извините, и тем более ставить во главу угла вообще работу парламента до того момента, пока юридическое разбирательство не произошло, это говорит вообще о правовом нигилизме, да, то есть, ну, полном правовом нигилизме. Понимаете, это уже дело не только права, дело подхода. То есть, тут сейчас идет, вот, там, Баткищин отказывается, пока... Ну, так, вот, а что вы... Это шантаж чистой виде. А так он бы избежал этого шантажа. Он бы сказал, я пока себя как бы... Ну, у нас есть у нас... ...приостанавливаю свои полномочия. Ну, временно... Дело в чем? Дело в том, что нет у нас, да, там, механизма временного приостановления полномочия. А он может написать заявление, да, потом его не подпишут или не проголосуют. Ну, тут такой момент, давайте все-таки исходить из того, что есть у нас, да. Итоги на скандал. У нас есть скандал, да, который... Который можно было избежать. Какими-то шагами. Скандал... Его было невозможно избежать по одной простой причине, что на скандал все было завязано, да. Ну, да, почему. Скажем так, у нас проблема в другом. У нас проблема в том, что у нас, на самом деле, парламент... Мы все время говорим, вот, АПО-блок, часть старой системы. У нас не один АПО-блок, часть старой системы, да. У нас вот новые, там, зашедшие политические силы. Ну, что там, самопомощь, да, по сути, новый проект. Ну, там, с условной натяжкой, да, да, да. Но Батькивщина, это вот тоже осколок старой системы, да. То есть, у нас следующий парламент, вот это будет чистый, там, украинский, может быть, парламент. Даст Бог. Ну, Вас приговорить о том, что только ОПО-блок у нас, это старое, ну... Нет, ну, о чем мы говорим. Порошенко, президент наш, да, он был министром экономики в правительстве, по большому счету, Януковича, да. Александра Кужеля, которая была членом партии регионов. Ну, то есть, они все... Все они друг друга знают. Да, у всех там, да. Поэтому, да. Тут надо, наверное, подменять просто подход к жизни своей и к жизни другим у них. Потому что, ну, делаешь не только в законах, да, а подходов к жизни. Вот, надо быть, что-то поменять, ну, ракурс. Такую революцию надо сделать у себя в голове тоже, а не только на улицах. Да. Спасибо Дмитрию Левусю за эту беседу. Оставайтесь с нами. Дмитрий Левусю за эту беседу.